Начинается все с того, что главный герой оказывается в колонии под названием Альцион. Эта колония, в свою очередь, была выкуплена десятью корпорациями, которые зовут себя Советом. Впрочем, зная наших локализаторов, на релизе мы сможем получить совсем другое название, ибо Совет — это далеко не официальный перевод. Цель корпораций — создать утопию, в котором именно капитализм является ядром общества, отношение к которому главный герой имеет точно такое же, как и вы сами. Он прибывает в колонию в составе второй экспедиции колонистов, которые должны были стать официантами, инженерами и так далее. Но его приоритетные задачи на первые часы или дни пребывания здесь — это выяснить, что же все-таки случилось с первым кораблем под названием Надежда. По слухам, с ним что-то случилось во время перелета, и именно здесь начинается сюжет игры The Outer Worlds. Сам же мир игры не бесшовен, как, например, в Ведьмаке или том же Фоллауте. Он разделен на несколько уникальных и вручную сделанных регионов, соединенных между собой. Здесь есть несколько различных планет, у каждой из которых существуют уникальные регионы. Большая часть сюжетных активностей сконцентрирована именно на двух огромных планетах под названием Terra-1 и Terra-2. Однако, помимо их, игроку позволят побывать и на других космических объектах, таких как спутники, космические станции, астероиды и карликовые планеты. До событий игры Terra-1, которая также известна как Монарх, была подвержена попыткам Совета трансформировать эту планету. Однако, все пошло не по плану, и из недр Земли вылезли непонятные существа, которые до сих пор терроризируют местных жителей, которые, в свою очередь, вечно устраивают восстание против Совета, потому что они недовольны, что у них под ногами растут огромные черви-убийцы. Колонисты же, смотря на восставших, верят, что безработные люди — это настоящие монстры. Поэтому даже во время диалогов некоторые из них будут призывать устроиться им или даже вам на работу. Игра как бы намекает мне и, возможно, некоторым из вас. Ненативно здесь даже есть целая религия колонистов, которая служит идеям корпорации. Узнать принадлежность тех или иных к верунам или обычным людям можно, взламывая и читая почты жителей, тем самым шпионя за их личной жизнью. На Терра 2 же Совет добился больших успехов, и эта планета по своей сути более безопасна, однако со временем власть Совета и здесь начала ослабевать. Это вы увидите при геймплее на этом биоме. Помимо двух терр, в игре есть уникальные города-планеты, между которыми можно будет свободно перемещаться на своем личном космическом корабле. Чтобы приземлиться на станциях планеты, вам придется сначала найти специальные разрешения, да и сами вы чисто технически не сможете лично управлять кораблем или улучшать его. Однако у игрока будет доступ к его отсекам, где будут отдыхать его личные напарники. А теперь давайте поговорим о городах и их содержимом. Среди больших стоит отметить Водяной пик и Византию, где первый — это разваливающийся индустриальный город, а второй — место только для высших классов. Практически все в этой игре принадлежит корпорациям. Мир буквально увешан постерами и рекламой этих самых корпораций. И что интересно, вместо знаков поддержки людей, компаниями, на улицах вы будете встречать вывески поддержки компаний людьми, потому что люди здесь верят в них, будто бы в богов. Настолько они к ним привязаны. Еще одним референсом к классическим фалачам будет, пожалуй, возможность отыгрывать глупого персонажа. Большая часть всех шуток будет именно от такого типа игрока. Глупый герой не будет понимать некоторых слов и реагировать на ситуацию немного иначе, нежели чем здоровый или обычный. Если же вы изберете такой себе путь, то ваши компаньоны будут соответственно реагировать на ваши глупые и безумные поступки. А еще, если вы отыгрываете глупого персонажа, вы сможете сотворить кое-что ужасное со слов разработчиков под конец игры, что является самой-самой-самой плохой концовкой. Хотя, кто будет вас судить, ведь в игре нет системы кармы или той же морали. Так что вы сможете творить все, что угодно, где угодно и как ваше душе заблагорассудится. Также, специально для таких вот персонажей, в игре будет ждать убер-глупый компаньон, который, вероятно, даже не будет обращать внимание на все ваши бездумные и глупые поступки, потому что он сам по себе так живет и ему нормально. Пока что известно о шести напарниках. Они будут прокачиваться вместе с вами, и с ними можно будет всячески взаимодействовать. Использовать как сумку, одевать и вооружать, и погружаться глубже в их личные истории и характеры. Fallout 4 в свое время показала отличную систему взаимодействия с напарниками, а новинка от Obsidian постарается этот экспириенс либо повторить, либо довести до идеала. Подобные выводы я сделал на основе информации, согласно которой компаньоны смогут покидать вашу группу, если они будут не согласны с вашими решениями. Конечно, вы сможете уговорить их остаться, если ваш навык харизмы или красноречия будет достаточно большим, но навсегда вас никто, конечно же, покидать не будет. Они лишь отправятся обратно на корабль и будут там сидеть и отдыхать. Конечно же, если вы их и оттуда не выгоните. Однако, кроме как поговорить, к сожалению, они ничего не могут. Разработчики отказались от системы романсов со спутниками, и мне лично очень, очень жаль. Еще у главного героя не будет голоса. Разработчики хотят, чтобы вы сами додумали голосовому персонажу, и якобы та же причина скрывается за решением сделать игру от первого лица. Третьего лица в игре не будет совсем. Ну и раз уж мы начали тему отыгрыша, то давайте затронем тот факт, что здесь можно будет по полной перестрелять всех и вся. Ну почти. В игре будет всего один персонаж, которого невозможно убить. Это означает, что все остальные персонажи могут запросто взять и умереть. Вы сможете отыграть как убийцу, так и пацифиста. Конечно, в ходе развития сюжета вам все-таки придется убить парочку роботов за весь ваш геймплей, но людей стрелять в The Outer Walls вовсе не обязательно. Также в The Outer Walls будет прокачка фракций, в которые вы, соответственно, сможете вступить. Даже в совет есть возможность попасть, что по логике является определенным переходом на сторону зла. Это здорово, ведь местный совет — это своеобразный анклав. Очевидно, что выбор фракций будет иметь свои последствия. К тому же в игре существует система так называемой репутации, так что расправляясь со стражниками правопорядка на повышение репутации у местного анклавы можно просто-напросто не рассчитывать. Игра будет активно следить за прохождением игрока и создавать недостатки в ходе игры. Об этом говорили еще с релиза, но упоминали лишь в странице Стима и прочих сервисов. Например, если игрок, скажем, 20 раз умрет от роботов, то у него появится недостаток роботофобия. Но эти недостатки потом, в свою очередь, можно будет убрать или обменять на очки навыков и перков. Всего в игре есть около двух десятков недостатков, которые будут влиять на ваше прохождение. В зависимости от сложности, игрок максимум сможет получить пять таких недостатков. Если вам не понравится ваш билд в актуальный момент игры, то вы можете его перенастроить. Однако избавиться от недостатков тогда будет уже невозможно. Сюжетная кампания, по словам разработчиков, варьируется между 15 и 40 часами. Однако все это зависит сугубо от предпочтений и стиля игрока. Если вы играете медленно и размеренно, то, возможно, вы растянете и на все 50. Ну что, от меня сегодня зависел выход большого видео по миру The Outer Walls, чтобы вы детально с ним ознакомились перед тем, как начинать новую экшн-рпг. Если вы считаете, что с ней я справился хорошо, то поддержите ролик лайком и репостом. Давайте наберем 2000 лайков под этим видео, чтобы я знал, что вам интересен мир этой игры и что его можно было бы разобрать подетальнее в отдельных видеороликах на канале. Пиши, чего ждешь от духовного наследника Fallout в комментарии и будешь ли играть в The Outer Walls на релизе. А я напомню о подписке на канал и о том, что за всеми новостями вокруг него можно следить с помощью колокольчика и личной рассылки в нашем паблике ВКонтакте или Дискорде. Все ссылки будут в описании. Спасибо донатерам за донаты, патреонам за патреоны и зрителям за просмотры. Вы смотрели Овер 9К5000. На этой неделе мы еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok